Друзья, привет! Сегодня я хочу поговорить о воспитании мальчика со стороны трех сложившихся стереотипов в обществе. Первый стереотип – тестостерон и неподвластное воспитание. Второй стереотип – мальчик остается мальчиком. И третий, самый странный и непонятный для меня стереотип – то, что мальчик представляет опасность для общества. Попробуем развеять сегодня эти мифы. Поехали! Итак, стереотип номер один – тестостерон и неподвластное воспитание. Очень многие люди в обществе считают, что поведение мальчишек определенной физиологией. Для большинства явно проследуется цель – мальчик, тестостерон, агрессия. И многие думают, что мальчишки – заложники своей биологии. Отсюда часто мы слышим выражение «мальчик есть мальчик». Или «мальчишка есть мальчишка». Если мальчик разбил мечом стекло в актовом зале школы, то про него обязательно скажет «мальчишка». Или он вернулся домой и весь грязный после игры в тот же самый футбол, да еще и с порванными штанами, потому что он срезал путь через решетку в школе. Про него опять же скажет «мальчишка». Но никто не обратит внимания, никогда про него не скажет «мальчишка». В случае, если он обнимает плачущую мать или помогает какой-нибудь бабушке нести тяжелые сумки из магазина. Опасность данного стереотипа заключается в том, что многие считают, что мы не можем направить энергию мальчишек в правильное русло. Но это совершенно не так. Если ваш ребенок любит подраться, отдайте его на секцию бокса. А если он любит спорить, запишите его в школьный совет. Пускай прокачивает скилл общения там. Стереотип номер два. Мальчик должен оставаться мальчиком. Все верно. Воспитывайте в своем сыне мужественность. Но и не забывайте про любовь. Помните, что в разумных границах вы никогда не избалуете сына. Если вы будете проявлять любовь, это не значит, что вы воспитаете размазню или плаксу. Также не стоит быть слишком настойчивым. Предоставьте вашему малышу возможность выбирать самостоятельно свой путь. Не лепите из него спортсмена или солдата. Поверьте, повар в фартуке у плиты ничуть не зазорнее. Третий стереотип для меня самый странный и непонятный. Это мальчишки представляют опасность. Он неразрывно связан с двумя предыдущими стереотипами. Но по силе разрушения куда сильнее, чем они. В обществе многим людьми принято считать, что мальчишки имеют некую врожденную опасность. И являются эмоциональными и психологически нестабильными. Но на самом деле почти все мальчики достаточно чувствительные. Как правило, такое свойство в обществе чаще ассоциируется с девочками. Но на самом деле мальчики не менее эмпатичные, чем девочки. И для них также свойственно проявление сочувствия, заботы к своим близким, друзьям, родственникам. Например, мой малыш, когда у меня болели пятки, брал крем-триумель и мазал мне трещинки со словами, что у папы очень сильно болит пяточка. Друзья, надеюсь, мне удалось обратить ваше внимание на особенность воспитания мальчиков. А также развеять три основных стереотипа, навязанных нам общественным мнением. Если у вас есть что добавить, а также появились какие-то вопросы, пишите об этом в комментариях. А также делитесь этим видео с друзьями и подписывайтесь на канал. Не забывайте ставить пальчики вверх. Впереди еще много всего полезного и интересного. До новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok